Я заведую кафедрой физической реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания и волеологии с 2008 года. Это практически 12 лет. А на кафедру я пришла в 1995 году. Вся моя жизнь связана с Одесским национальным медицинским университетом и, конечно, с личностью Валерия Николаевича Запорожана. При Валерии Николаевиче я закончила университет. Он вручал мне красный диплом, затем об окончании университета, затем он вручал мне диплом специалиста, диплом кандидата наук, диплом доктора наук, аттестат доцента, аттестат профессора. Весь мой путь, который я прошла в этом университете, он был связан с личностью Валерия Николаевича. И для меня вся моя работа, вся моя профессиональная жизнь напрямую связана с личностью этого человека. Я могу говорить о том, что тот рост нашей кафедры, мой личный, профессиональный, карьерный рост, мое становление как специалиста происходило при работе Валерия Николаевича. Я с уважением отношусь к его роли в моей жизни. Требую от грузчика, доктора, того, кто мне шьет пальто. Все надо сделать здорово. Это не важно что. Ничто не должно быть посредственно. От зданий и до калошь. Посредственность неестественна, как неестественно ложь. Сами себе велите, велите славу свою добыть. Каждый быть может великим. Великим он должен быть. Я считаю, что скромность, застенчивость, нежелание говорить о своих достижениях – это прямой путь к забвению. Я отношусь к тому, что все то, что делает человек, должно иметь определенное воплощение в жизнь. Я очень много выступаю на телевидении. В моем YouTube-канале очень много программ, сделанных совместно с разными каналами. Я пишу, регулярно пишу, для большого количества журналов и газет. Только в прошлом году из-под моего, скажем так, пера, из-под моей компьютерной строчки, вышло 24 журнальных и газетных статьи. Я выступаю на крупных фестивалях и конференциях. И, конечно же, эти заслуги, они оказываются замеченными. К счастью, мне очень приятно, что я награждена, например, грамотой Министерства здравоохранения или медалью за верность профессии. А еще, это было совсем недавно, на днях, я получила высшую социальную награду, которой награждаются женщины в Украине за заслуги перед отчизной, за верность отчизне, которая так и называется, честь отчизны. Это орден княгини Анны на серебряной звезде, и я горжусь этой наградой. Мне приятно, что в свое время я была удостоена звания «Достояние Одессы». Мне приятно, что я вхожу в 100 самых успешных женщин Одесского региона. Можно ли это назвать музеем собственной славы? Возможно, потому что мои заслуги являются частью моей жизни, и мне приятно, что это заметно. Я закончила наш университет в 1995 году, пришла сюда сначала в магистратуру, в интернатуру, аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, стала ассистентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой. И я не представляю себе ни другой жизни, ни другой социальной роли, потому что считаю, что именно обучение студентов, обучение студентов, самые прекрасные, на мой взгляд, специальности на этой земле, в спортивной медицине, это и есть моя миссия. Наша кафедра состоит из двух циклов. Это цикл физического воспитания. На этом цикле работают педагоги физического воспитания. Мы учим студентов быть здоровыми, красивыми, сильными, уверенными. Ведь врач должен быть здоровым, это очень важно. А второй цикл – это цикл спортивной медицины и физической реабилитации. Я читаю на этом цикле лекции по нашей специальности. На этом цикле работают врачи, кандидаты наук. Наша кафедра долгие годы была опорной кафедрой. Среди всех кафедр медицинских вузов сначала СССР, а затем и Украины по физическому воспитанию. Мы регулярно проводим конференции по нашей специальности по спортивной медицине и физической реабилитации. На нашей кафедре есть не только додипломное обучение. Мы обучаем студентов на первом, втором, четвертом и пятом курсах. На нашей кафедре есть и последипломное обучение, интернатура по специальности спортивная медицина, предаттестационные циклы, циклы специализации, циклы тематического усовершенствования для врачей по физической реабилитационной медицине, по физической реабилитации, лечебной физической культуре. Наша специальность на юге Украины. Все наши врачи подготовлены нашей кафедрой. Юг Украины, я имею в виду, это Одесса, это Херсон, это Николаев, это город Южный. Мы готовили врачей и для Крыма в свое время. Мы делаем очень большую серьезную работу. Сейчас кафедра находится на новом витке своего развития. На смену лечебной и физической культуре приходит новая специальность. Специальность европейская, специальность, которая называется физическая реабилитационная медицина. И мы находимся в авангарде. Мы написали, подготовили программу для обучения студентов этой специальности. Мы заканчиваем обучение этой специальности в ведущем университете, в университете последипломного образования имени Шупика сейчас в Киеве, для того, чтобы получить возможность с сентября начать обучение студентов по этой специальности. Также в наших планах ближайших начать обучение в бакалаврате по физической терапии и эрготерапии. Мы очень четко понимаем, что сейчас система реабилитации в стране претерпевает ряд изменений. Она становится такой, как во всем мире. Она должна быть построена на принципах мультидисциплинарной бригады. Туда должен входить специалист физической реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, логопед, специалист, который занимается восстановлением по профилю. И мы как раз занимаемся тем, что готовимся к переходу в этом направлении. Поэтому мне кажется, что все эти возможности, когда они использованы четко, правильно, стратегически выстроены в соответствии с поставленной целью, они, безусловно, приведут к результату и укрепят имидж и нашей кафедры, и Одесского национального медицинского университета в контексте новой специальности. Как я уже упомянула, и физическое воспитание в вузах – очень важный аспект. Почему? Потому что здоровье человека напрямую зависит от его физической активности, от того образа жизни, который он ведет. И, безусловно, те секции, которые работают на нашей кафедре, позволяют нашим студентам, во-первых, усовершенствовать свою физическую форму, во-вторых, ежегодно мы принимаем участие и в спартакиаде вузов Одесской области, и всегда занимаем лидирующие места, вторые и третьи места. Среди наших студентов есть чемпионы мира, чемпионы Европы. Также, как и среди наших преподавателей, у нас прекрасный кадровый состав. У нас до сих пор на кафедре работают те люди, которые составили честь и славу еще советского спорта и украинского спорта, входили в сборные Украины и сборные СССР по видам спорта. Все наши сотрудники являются собой живой пример прекрасного соединения физической активности, здорового образа жизни и клинического подхода, правильного подхода, высокого профессионального уровня. И это один из важных критериев. Я сама регулярно занимаюсь спортом. Я очень люблю всевозможные виды физической активности, как, например, я пропагандирую занятия нордической ходьбой, очень физиологическим, очень интересным, очень правильным видом спорта. Я прошла обучение у основателя этого вида спорта Марка Кантанева, финна, который в свое время, 20 лет назад, создал этот вид спорта. Я создала специальную группу, группу женщин со всего города. Мы активно занимаемся нордической ходьбой. И в октябре этого года мы будем принимать этап Кубка мира в Одессе по нордической ходьбе. Поэтому то же самое это касается и всех остальных сотрудников нашей кафедры. Многие из них до сих пор действующие спортсмены. И мне кажется, что позитивный имидж кафедры надо укреплять. И это важная, важная задача. Нашему университету в этом году 120 лет. Это, безусловно, очень серьезная дата. Помимо того, что я руковожу кафедрой, все эти годы я руковожу студенческим научным обществом нашего университета. Это общество, которое объединяет студенческие кружки на всех кафедрах. В этом обществе работают порядка 700 молодых ученых, которые активно развиваются в направлении студенческой науки и становления своей профессии. И кафедра, и студенческое научное общество. Мы продумали целый ряд мероприятий, которые хотели бы посвятить вот этому прекрасному юбилею. Говоря о студенческом научном обществе, то в этом году мы проводим очередную студенческую научную конференцию, международную. Мы подготовили большой серьезный сборник. Конференция состоится в апреле, 9-10 апреля. Она будет посвящена памяти выдающегося ученого, который внес большой серьезный вклад в становление нашего университета. 12 лет назад, когда я возглавила студенческое научное общество, я предложила такую традицию, чтобы каждый год конференция была посвящена одному из выдающихся профессоров, которые работали в университете. В этом году мы посвятим ее памяти известного патофизиолога профессора Воронина. Также мы хотим приурочить к этой дате, к этой конференции, к этому мероприятию целый ряд очень интересных экскурсий по нашему университету, экскурсий в музеи нашего университета, которые позволят участникам конференции, которые приедут из разных стран, глубже и подробнее узнать о нашем университете. Как кафедра спортивной медицины и физической реабилитации, мы проводим конференции по специальности. Мы единственная кафедра в Украине, которые проводят профильные конференции. В этом году, в последнюю неделю сентября, мы проводим такую конференцию. К нам приезжают ученые, педагоги, не только со всех вузов и врачебно-физкультурных учреждений Украины, но и с ближнего и дальнего зарубежья. Безусловно, эта конференция также будет иметь определенную направленность, потому что и наша кафедра, и спортивный комплекс нашего университета, он ведь имеет большую серьезную историю. Когда-то, 10 лет назад, мне пришла в голову такая идея создать музей спортивной славы университета. Он до сих пор функционирует в нашем спортивном комплексе, и там очень четко отображены все вехи. Начало закладывания первого камня в фундамент нашего спортивного комплекса и вся спортивная слава. Ведь жизнь университета неразрывно связана со спортом. И ошибаются те, кто думает, что образование студентов может происходить без их физического воспитания. И такие ошибки, я имею в виду мысли о том, что это может быть разделено, окажутся фатальными, если будут воплощены в жизнь.